Одна из площадок финала национального чемпионата WorldSkills – молодые профессионалы в компетенции фрезерные работы на станках с числовым программным управлением. Что неудивительно, IT-технологии сегодня на вершине популярности. Участников трое – Никита Попов и Кирилл Кабанов. Они студенты колледжа, а также ученик 11 класса 46-й Самарской школы Артем Ештыгин. Парень, говорит, оказался здесь благодаря своему педагогу по информатике. Женщина заметила у Артема талант и привела в колледж, где началась активная подготовка к соревнованиям. Мы готовимся усердно. На самом деле мы уже несколько недель каждый день сюда приходим, ну помимо выходных. Каждый день приходим и уходим уже под вечер, чертим мастерками, стоим у станка, делаем детали. Коронавирус внес свои коррективы в проведение чемпионата. В этом году он проходит дистанционно в онлайн-режиме. Центр управления соревнованиями – три в Кемерово, Казани и в Москве. Задание для участников этой компетенции – изготовить деталь по заданным чертежам. В дальнейшем она может стать комплектующей для автомобиля или судна. Каждая площадка круглосуточно находится под наблюдением экспертов, и когда работа готова, ее запечатывают и отправляют в Центр управления соревнованиями, где сличают с чертежами. Руководители колледжа говорят, в победу своих студентов верят. Ведь на другом чемпионате, который прошел совсем недавно, и где участвовали профессионалы, студенты заняли третье место. Мы изучаем станки с программным управлением на учебной практике, когда студенты приходят на второй курс. И уже лучшие, которые стремятся, у которых есть желание участвовать в конкурсе WorldSkills, остаются и дальше подготавливаются к этому чемпионату. Развитие таких конкурсов – одна из задач федерального проекта «Молодые профессионалы», часть нацпроекта образования, инициированного президентом Владимиром Путиным. Приоритетное внимание в том числе и в рамках стратегии лидерства региона, машиностроению, сварочным технологиям, сервису и IT-технологии. В этом году в чемпионате WorldSkills примут участие почти 3000 человек. В финале Самарская область представит 65 конкурсантов в 44 компетенциях. Традиционно самарские ребята в этой компетенции выступают хорошо. Есть победитель Евроскилс Михаил Воронцов, он же обладатель медали на прошедшем в Казани мировом чемпионате. Победа в чемпионате WorldSkills – это не только престиж и денежный приз, но еще и перспективы дальнейшего трудоустройства на хорошо оплачиваемые должности. К примеру, победитель в компетенции фрезерной работы на станках с ЧПУ после окончания колледжа может устроиться на завод сразу наладчиком станков с программным управлением, а это гарантирует высокую зарплату. Виктория Шарая, События.